Подопечные Республиканской Федерации Настольного Тенниса весеннюю соревновательную сессию завершили розыгрышем наград командного чемпионата Чувашии. Какая команда уйдет на летние каникулы с золотом республики? В сюжете нашего спортивного корреспондента Вячеслава Ильина. В заявке на участие в командном чемпионате Чувашии по настольному теннису подали 13 мужских и 4 женские дружины. Но если у представительниц прекрасной половины числе соискательниц мест на призовом подиуме были только жительницы столицы республики, то у мужчин в протоколах значились команды из Красноармейского и Маргаушского районов. Правда, похвастаться медалями районным мастерам малой ракетки не довелось. Зато показали свою силу ветераны, завоевавшие бронзовые медали состязаний как в споре женских, так и мужских команд. Не так много соревнований, в которых мы можем помериться с силами молодежи. А также и они. Не много соревнований, в которых они могут сыграть с ветеранами. А мы попробуем им дать бой. Ну вот, как говорится, в этом и заключается преемственность поколений. У мужчин китула чемпионов в республике завоевала команда столичной школы Олимпийского резерва в составе Даниила Соколова, Дмитрия Китова, Даниила Пышкова. В финале со счетом 3-0 переигравшая коллег по спортшколе. У женщин золота Чувашии добыло триуфт в составе Елены, Водкина, Екатерины Воробьевой и Ники Константиновой. В числе призеров завершили турнир «Мама и дочь Баранова». Интересно, что на распределение медалей повлиял и результат личной встречи, в которой победила дочь Мария. Впрочем, серебру дочери мамы Екатерина радовалась едва ли не больше, чем своей бронзе. Мне дается турнир легче, потому что я больше занимаюсь, чем мама, имеется в виду в плане подготовки к тренировкам. Я боялась играть с дочкой, потому что все-таки у нее сейчас тренировки усерднее и уровень игры, конечно же, выше. Мы давно уже не играем. Но я боролась. Она меня победила 3-0, но я составила конкуренцию. Но если старшие товарищи завершили официальный соревновательный сезон, то юные мастера «Малой ракетки» в возрасте до 13 лет готовятся к российским стартам. 21 мая в Чебоксарах стартует первенство страны среди мини-кадетов. Вячеслав Ильин, Вести Чуваши.